Ты только послушай Что-то есть в этом городе, что стоит спасти Это не здание, красоты и знания о людей И пока они их собирают Яркие цитаты о том, что было в прошлом Стены говорят Город уходит под землю, окна врастают в асфальт Покрывая прошлое, давит тротуар И пока люди тонут в земле опять и опять Из всех слов есть те, что стоит узнать Субтитры создавал DimaTorzok Как жила так много лет Я без тебя не знаю я Не могла тогда понять, что со мной Ты всегда Я сдаю Радиогостинная Изысканное общество в уютной студии Да-да, еще какое изысканное Еще какое общество Еще какой уютной студии Сегодня в нашей радиогостиной Екатерина Горбунова Катя, привет Привет, Олег Очень рада встретиться Очень рада поприсутствовать здесь Я сейчас вспоминаю свои детские годы В детском саду меня ставили в угол Потому что я слишком медленно ел Как будто поставив угол, ребенку поможешь Потом в школе получил неудок по поведению За то, что спал на концерте артистов художественной самодеятельности Спать на плохих концертах не перестал А все-таки пытались переделывать Вера Полоскова Поэтесса Наш сегодняшний собеседник Вера, здрасте Здравствуйте Здравствуйте, Катя Здравствуйте, Олег Большое счастье с вами сегодня быть в студии Вас переделывали? Конечно Когда начали? В каком возрасте? Очень рано Потому что я нигде не умещалась Я довольно крупный была ребенчик И осталась крупным взрослым Ни во что не влезала Да, ни во что не влезала Всегда была громче нужного предела И вообще раздражала взрослых Потому что очень рано и очень бойко заговорила Все комментировала И вас просили замолчать? Меня просили замолчать А вы не замолкали? Меня просили занимать меньше места в пространстве Меня по-всякому очень переделывали И продолжают, собственно, до сих пор Но все это способствует выработке Такой же сверхнормы, как и все остальное иронии И поэтому она меня спасает Ойли, способствует ли? Я встречал людей Думаю, вы их тоже встречали Которые говорят Ладно, меня переделывают Значит, я плохой Значит, я никуда не гожусь Но у вас ведь сын Его тоже будут переделывать Чем определяется? В какую сторону пойдет человек? Здоровая ирония? Или я никуда не гожусь? И идите все отсюда Ну, это связанные вещи тоже Каким образом? И здоровая ирония И я никуда не гожусь Случаются у нас периоды И того и другого, я думаю В жизни у каждого Просто как только давление снаружи Переходит границу Ты из здоровой иронии Выпадаешь все-таки в это состояние Что, скорее всего, со мной Действительно что-то не так Если не так все в этом уверены Вопрос иммунитета психологического Сколько ты выдержишь этой нагрузки? Ну, да Ну, а какой иммунитет может быть У человека, который еще не сформировался Может быть, как личность? Что касается моего ребенка То я надеюсь Она не будет давить Она не будет давить Какая-то Большая масса Любви и принятия Которые он сейчас окружен С самых первых дней И большая удача В его случае Быть окруженным Действительно Большим количеством Влюбленных в него И искренне взрослых Которым По большей части Все в нем нравится Будет служить ему Какой-то Броней Против того Кто к нему полезет Со своими щипцами И рамками И так далее Вера, я вот не понимаю Как это получается Ведь вы в постоянных командировках В постоянных поездках Выступлениях, гастроли Ребенку два года Два с половиной Два с половиной будет Как Что любить ребенка на расстоянии Как вы находите Я брала его с собой Полтора года Полтора года ребенку Существования Я возила его везде с собой Мы 16 концертов 16 концертов сыграли Когда я была на шестом На седьмом месяце Еще 20 сыграли Когда ему было 8-9 месяцев И вам не говорили Вы опять не умещаетесь В общепризнанные стандарты Я уже, слава богу Занималась настолько Своей работой Что И Такая у меня была Правильная семья К тому моменту Поскольку С мужем Мы, собственно, В одной команде играем И Мы просто брали его с собой Поскольку Мы Довольно быстро И довольно легко Обо всем договорились Мы поняли, что Сейчас отрывать По-живому Его от себя Невозможно Он, во-первых, грудной Во-вторых, самое главное Что с ними в детстве происходит Это как можно больше Быть с родителями А все остальное Это уже детали Поэтому мы Он обожает Он потомственный путешественник Он обожает поезда Обожает самолеты Он действительно прям Острое удовольствие Получает от любого Транспорта До сих пор Любая поездка на трамвае Это полное Захватывающих приключений Путешествия Это все очень удивительно Он перестает вообще Капризничать Его вообще Ничего не интересует Голодный Он не голодный Ничего Он просто счастлив И все Поэтому, собственно У нас случилось Попадание просто в характер То есть По большому счету Вы воспитываете Такого нового члена команды Который потом Может быть Будет и с вами гастролировать У меня не было Особенно вариантов Но мне нравится так думать Потому что Это хорошо А вдруг он потом скажет Да не хочу я, мама Это не мое Я вот Средственным сантехником буду Прекрасно Мой хороший Главный Чтобы ты был хорошим сантехником Получал от этого Максимум удовольствия Облома Не почувствуете Я воспитывала Члена команды А получился сантехник Я Я просто Сама История Про большую Нарциссическую травму Если вы об этом спрашиваете Я родилась очень поздно У взрослого Достаточно человека Который всю жизнь Воспитывал меня один Без отца И без родни Моей маме было Сорок лет Тридцать девять лет Когда я родилась Ого И она Ну у нее Она Мудрая И прекрасная И сильная женщина Но она конечно же Не избежала Вот этого Все чего я не сделала В жизни Сделаешь ты Да-да-да И она мне довольно часто Это повторяла И повторяет до сих пор И не видит в общем Проблемы в этой формулировке А она на самом деле Очень Ну сложно Эта формулировка Очень большую Ответственность Заключает в себе И Но при этом Несмотря на то Что у нее был Конечно план Вложить в меня Как можно больше всего Нет ни одного Кружка Который вы можете Себе представить Который В который я детство Не посещала Это была там Хореография Художественная школа Это была музыка Отличная такая Позднесоветский ребенок Везде Везде Вся библиотека Прочитана И так далее Но я могу сказать Что как бы ни было Это сейчас Я ее очень за это благодарна У меня было правда В связи с этим Довольно счастливое детство И чтобы я не выбирала Из этого Она никогда не настаивала Чтобы я чего-то не бросала Или что-то То есть В любом случае Пойдешь на музыку Но отзаниматься надо Два года обязательно В любом случае Решение было за вами За вами Школа Школа учителя Уроки литературы Для одних это великолепно Для других это зубная боль А для вас? Я помню Что у меня Совершенно перевернулось Что-то в голове Когда я пришла Первый раз в 13 лет На подготовительные курсы Факультета журналистики У меня была довольно Крутая школа В 13 лет? Да У меня была довольно Крутая школа Она была В центре города В ней учились Всякие Дети знаменитых родителей И там действительно Было довольно Все здорово Проблема в том Что сама система Преподавания литературы В советской Постсоветской школе В основном заключается В вопросе В чем состоит Главная мысль Произведения И что этим Хотел сказать автор А меня Такие вещи Не устраивали Я помню Ну вот класс С пятого Я могла Вызубрить И наперемене Узнать сюжет Любого произведения И близко к тексту Его пересказать И красноречиво Приврать Там где я не знаю Но мне казалось Что литература Это в любом случае Нечто большее Как-то мне такое чудилось А потом я пришла На факультет И с нами начали Обсуждать какие-то Совершенно другие вещи И задавать нам Писать эссе О произведениях И разбирать какие-то Совершенно другие Образные ряды Фонетические Там и все прочее Я вдруг поняла У меня перевернулось Представление о том Как это должно быть И я думаю А зачем Чем же мы занимались Все это время Зачем тогда К шторкам привязывались И того Кого они цвета Вы описываете Мое ощущение Какое попадание Из школы на филфак Абсолютно то же Это оказывается Это все другое Ну то есть это примерно Из какого-то Двухмерного рисунка Вдруг вырастает Огромная 3D модель Ты понимаешь Что у вещей У слов Появляются объемы Масштабы Другие глубины С тобой начинают Разговаривать Не просто Как с человеком Неспособным Ничего почувствовать По поводу текста И который должен Просто его отторобанить Все что он помнит Составить из Предложенных слов Близкие к тексту Пересказ А совершенно То есть у тебя спрашивают По поводу того Как эта книжка Влияет на конкретно Твое мировоззрение Что она тебе открывает Вдруг важен ты А не только автор А может быть Здесь все-таки Дело в том Что это уже Для тех кто понимает Что он так или иначе Себя свяжет С журналистикой Или может быть Писательством Учить этому надо С детства как-то Или может быть Если ребенок Химические формулы В нас вдалбливали Вне зависимости От того Пойдем мы на химфак Или нет К сожалению Даже у меня были Какие-то Возражения на этот счет И там законы акустики Сдавали по физике С физичкой Которую я Мягко скажем Не выносила Которая могла мне Поставить три двойки За урок Просто потому что Я не нравилась Там же нет столько Ячеек в журнале Как она За невыхых доске За отсутствие домашнего задания Из какой-нибудь Типа неподобающего Внешний вид Я тоже задавала Я тоже задавала Ну я довольно была Дерзкая девица И до сих пор осталась На уроке Вопрос Зачем мне все это знать Если я никогда В жизни не буду этим заниматься На самом деле Мне кажется Каждый девяти Одиннадцатиклассник Задается вопросом Зачем Зачем мне это Так вот я надеюсь Когда я смотрю На своего ребенка И мысленно его поздравляю Хотя бы с тем Что он родился Слава богу Уже в совершенно Другой образовательной ситуации Что существуют Другие Ну то есть Объединения по другому принципу Что кроме Государственных школ И систем преподавания В них Есть школы С другими приоритетами Есть частные школы Объединенные по другому принципу Есть вальдорфские школы Где Дети в качестве Выпускных экзаменов Сдают огромный Последний там Спектакль В котором они играют На духовых инструментах И демонстрируют Все что они выучили За этот год Я еще не думала Предметно Что из этого всего Ему подойдет Но хотя бы то Что у меня есть выбор Меня наполняет Большой радостью Слушайте А вы сталкиваетесь С ситуацией Когда к вам подходит Человек Не знаю Может журналист Или критик Который вырос В той советской системе И задает вам вопрос Скажите просто Вера А что вы имели ввиду Что вы хотели сказать Вот этим стихотворением Постоянно Как вы Сохраняете Самообладание Я просто Факультет журналистики Помимо специальной оптики Связанной с литературой Закалил меня И одарил меня Совершенно неиссякаемым Морем Иронией И любви к абсурду Вообще Любовь к абсурду Объединяет меня И мой курс Гораздо крепче Любых пережитых Вместе Потрясений Путешествий И приключений Потому что Все что мы добываем Из всего Что с нами происходит Это в основном Чистый неразбавленный абсурд Которым я очень дорожу И мы друг другу Пересказываем эти случаи Так Да ладно бы просто Они спрашивали Что вы хотели сказать Или как вы смели Как вы смели Вот это сказать Вот это не то Что я думаю А совершенно другое В основном Вообще Мой образ жизни Как-то очень Раздражает Людей от литературы Потому что Естественно Русский поэт Если он Считает себя таковым Обязан Глубоко пить Быть Чудовищно Несчастным Раз в пять лет Читать в очень плохом клубе С чудовищным звуком С крепящим микрофоном Для четырех своих друзей Это преломление романтизма Девятнадцатого века Такое особое На самом деле У нас именно на эту тему Уже еще до эфира Когда только Мы выпустили анонс О том что Вот будет у нас Эфир с Верой Полосковой Сразу же Практически Мне написала Моя знакомая И задала Следующий вопрос Мария Князева Лиля Брик говорила Про Маяковского Пусть Вова Страдает от любви Так он напишет Больше стихов Теперь ты счастливая Жена Вера И мы И мама А на твоем вдохновении Это как-то отражается Не ощущаешь Что душу рвет реже И желание писать пропадает Если бы все было связано Ровно так Напрямую Мне кажется Всем бы легче жилось Но К счастью Или к несчастью Когда у тебя Появляется ребенок Вещи Которые тебя С которыми невозможно Жить в одном мире Их становится В два раза больше Если не в три Потому что Ну До этого тебе Просто не приходило В голову Вообще Что происходит То есть Теперь Любой ребенок Которого там Бьют на улице Или на которого Орут в аэропорту Ты не можешь На это равнодушно Реагировать Раньше тебе казалось Что это личные дела Больных людей Теперь ты понимаешь Что это не совсем так Потому что никаких Посторонних детей Для тебя не осталось Так же как любые истории Про то что с ними происходит Я помню что Только я узнала о том Что я беременна У меня резко Выросли расходы И я потом поняла На что Я стала переводить Все время Какие-то деньги Детям бабочкам Фонды Потому что Ты как Ну вот На секунду одну Ты представляешь Что это твой случай Что из всех этих Вот совпадений И с тобой случилось То же самое И ты больше не можешь жить Все эти люди Не могут тебе больше Быть чужими Поэтому я Ну Все совсем не так просто Как кажется Хотя конечно Дети Это большой праздник И собственно Про этот праздник И в благодарность Этому празднику Написанная детская книжка Которая называется Ответственный ребенок Это новая книга Которая вышла Совсем недавно Не так ли? Да Она вышла зимой И даже уже Продала свой Первый тираж Весь И вышла эта печатка Зачем? То есть Скажем так Вы писали это для кого? Я писала это себе В детство Это себе в детство Это не кому Вот моя целевая аудитория И так далее Да упаси Господь Слава Богу В тот момент Когда я начну так говорить Можно смело Увольнять меня Вера А не было никогда страха Что Вот с таким определенным Взрослением Что ваша аудитория Не успеет Позрослеть вместе с вами Что вот те может быть Девочки Девушки Которые полюбили у вас Энное количество лет назад Которые может быть Полюбили какие-то Определенные совершенно вещи Совершенно такие С долей здравого Или может быть где-то Слишком громкого протеста Вдруг перестанут Ценить какой-то новый этап жизни Они же растут Ну я уверена Что Есть и такие И Я лично получала В общем Такие Горькие слова Прощания По поводу того Что вот Вы когда-то были На острие В протесте Во всем Вы вот знали Про нас А теперь Все изменилось Там и так далее Тогда человек Это личная боль Между прочим Он потерял кумира Но мне Честно говоря Радостно Когда это происходит Это значит Что ничто не стоит на месте И все меняется Как бы было скучно 20 лет подряд Работать И видеть В зале Одних и тех же людей Как хорошо Что происходит Некоторая ротация Говорят о том Что ваша аудитория Это юные девушки Готовясь к эфиру Я сначала столкнулся Вот с этим утверждением Потом смотрю Да не правда это Да это не так Совершенно Это такой какой-то миф Вокруг Веры Полосковой На самом деле Я как человек Который видел Зал изнутри Я могу сказать Что это Я даже не могу Если вот говорить О той же самой Пресловутой целевой аудитории Выделить вот одну И сказать Так вот это вот Светловолосые Голубоглазые блондинки Или там наоборот Может быть Зеленоглазые брюнетки От 15 до 19 Среднего телосложения Нет Было бы легче Если бы так Можно было сказать Но ко мне уже приходят Давно на выступление С родителями И совершенно Небольшие дети И совершенно Такая разномастная Аудитория Кстати у нас есть Несколько сообщений Давайте Снимать Снимать Озвучим Пишет Александра Вера Как вы сами Относитесь к совместному С Ваней Нойзом Релизом На ваше стихотворение Удался? Да Ваня хотел Записать песню С использованием Его текста Мы давно С Ваней дружим И общаемся Ваня Невероятно глубокий И чистый И удивительный человек Из всех Мне кажется Рэперов Которых Можно себе представить Он один из самых Вообще прекрасных Мы одно из сообщений Оставим на самый конец Передачи Катя Я думаю ты поняла Про какое сообщение Да я вполне поняла Потому что тут два Сразу про Нойз Да Ну а то пока отложим А я хочу вернуться Какое-то оно Содержит Справедливый гнев А вот поинтригуем вас Да Да уж потом Смотрите Еще один упрек Который приходится слышать И готовясь к эфиру Я увидел Это не настоящая поэзия Это попсат Поэзия Это эстрадная поэзия Но с другой стороны Ну помилуйте Ну Маяковский читал на эстраде Ну Евтушенко Вознесенский Рождественский Читали на эстраде То что вы делаете Вы считаете попсой Или это приложение традиции Или это ни то ни другое Я никогда не Пыталась со стороны оценить Насколько это попса Или не попса Если мы говорим О попсе Как о чем-то Востребованном Широкой аудитории То я рада Что у меня Много читателей Это часть Вообще Моей большой радости Того что я Узнала довольно рано Про собственное предназначение Стараюсь ему следовать Вот и все Но Могу сказать Что то что считается Многими Не попсой А какой-то Очень закрытый Элитный Сложный Вот И прочей Литературой Мне например Бывает совершенно Недоступно И мне кажется Уступает Во многом тому Что сейчас Собирает стадионы Потому что Вообще структура Потребления И разделения На элитную И неэлитную Культуру Очень сильно изменилась С приходом интернетом И больше ничего Не Ну как сказать Не все так просто Стало К сожалению Тот факт Что я просто 16 лет веду блоги И люди К 30 годам Узнали обо мне В очень широких массах Это Это одно Но сейчас В случае Если ты делаешь что-то Что связано с текстами И Издаешь при этом Свои книжки По-прежнему Двумястами Экземплярами Проблемы с тобой А не с верой полосковой Сейчас Легче найти Свою аудиторию Чем лет 20-30 назад Сейчас легче найти Свою аудиторию Гораздо А свой голос Но при этом Гораздо сложнее Выжить В потоках Фидбэка Какого-то То есть Мгновенной И Хейтерской Ненавидящей И лестной Реакцией Ты не будешь знать Вообще Что из этого правда Особенно если начать Довольно рано И в больших дозах Это получать А вы это читаете? Вот Прям синхронно хотелось Как? Вот вышло ваше видео В ютубе Вы что сидите И читаете эти комменты Что ли? Ну вот Это не вредно Для психики Это очень вредно Это прямо Ты физически чувствуешь Как ты заболеваешь И отравляешься Информацией же тоже Можно отравиться В общем Особенно направленной Тебе лично А зачем ты это читаете? Ну Это невозможно сделать Что-то производить Не Обращая внимание На то Да Какие отклики Это получает Тем более Если это непосредственные Какие-то отклики Тем более Если ты это делаешь В общем Всю свою жизнь Мне казалось Ну в хорошие дни Мне кажется Что у меня хороший иммунитет И что я знаю Как закрываться Как прятаться Как защищаться И не заболевать И над всем этим смеяться В плохие дни Меня убивает И я Считаю Что все Это последний год Когда я даю Публичные какие-то выступления Когда я что-то делаю На публике Я ухожу И мне это все больше не нужно И так далее Ну Это издержки Видимо То и не очень простой профессии Которой я занимаюсь Что вас вдохновляет Продолжать заниматься Этой Как вы сказали Непростой профессией Когда ко мне приходят Подписывать книжку И говорят Что проехали Индию По тому маршруту Которое Которое описано В индийском дневнике В первой книжке Или Приносят На подпись что-то И говорят Что из-за текста Который напугал маму Помирились Там С человеком С которым были в ссоре На протяжении лет Или что-то Что-то Тогда я понимаю Что просто Другие голоса Не так слышны И это люди Вряд ли будут писать Об этом комментарии И я Как-нибудь иначе Кроме как в личных Беседах Не получу об этом Никакого сообщения Но то что это происходит Гораздо важнее Всего этого Самый первый концерт Помните его? А вот он был Ровно 10 лет назад Прямо без трех дней Ух ты Да У меня был 21 И мой Тогда еще ЖЖшный приятель Который заведовал Маленькой поэтической программой В доме Булгаков Сказала Ты не хочешь прийти Почитать К нам на веранду Я была Во-первых Меня трясло Три дня Я не могла есть Не могла спать Мы собирали программу С моей подругой Полиной С которой у нас была Такая микрокоманда Мы выходили Я еще и пела тогда И вот мы собирали стихи Собирали песни И я думала Ну придет Вот четыре моих приятеля Дорогих сердцу И сердце мое Сразу как-то успокоится И возликует Там было 150 человек Они не все влезли На эту веранду В которую Немного их помещалось И меня я помню Так это поразило Какой процент Своих стихов Вы никогда не прочитаете В концерте Есть такие? Я думаю Что сейчас Это процентов 60 Эти стихи Не будут Прочтены в концертах Конечно В концерте На концертах Я читаю То что написано В последние 4 года Наверное Лучше Тогда переспросить И спросить А какие Никогда не увидят свет Никогда не будут Опубликованы Пишите ли вы в стол Ну какие-то Никогда не будут Опубликованы Посчитать их Сколько их процентно Я наверное не смогу Но они есть Но их они конечно Есть Потому что это личная Или потому что Это запретная тема Не ну половина просто устарела Прямо так И уже оно Ну не референтно Как оно может устареть Ведь вы же читаете Свои старые стихи Какие-то Которые кажется мне Все еще Имеющие право на существование Большая часть из них Уже безвозвратно В общем Мне не принадлежит Написано человеком Которого я даже Не могу вспомнить То есть вот прямо так Человек меняется И стихи Как бы уходят Вместе с прошлыми годами Я помню что я Ну как вот Как Не знаю Как какой-нибудь Человек Который с шести лет На сцене Протестует Против того Что обставили его Семилетние записи Или релизы Потому что Ну это все Все изменилось В общем Так и у меня было чувство Я помню мы доигрывали Стихи о любви В практике Мы играли их три года В общем три года Это не очень большой срок Но когда я выходила Уже в последние На последних спектаклях Я понимала Что ничего из этого Из того что мы читаем Со сцены Уже не чувствуете Я уже близко Не смогу написать Ну просто это Не мой способ Доносить вещи Передавать эмоции Это Ну это мило Что это есть Что это состоялось Что люди это слышат Что как-то на них Это влияет Но я уже не могу Под этим толком подписаться Есть вопрос От Эли Причем его повторяют Уже в нескольких сообщениях Даже Да Вопрос от Эли Ах Астахова Ася Астахова Конкурентка Коллега Или подруга Ямы не знакомы И честно говоря Это в другом мире Для меня происходит Все Еще один вопрос Здесь же Как случилось Опять Совместная работа С Нойз МС Вы сказали о том Что это здорово Ну как началось У меня вообще много Как ни странно Дорогих Моему сердцу Коллабораций Например У Сурганова Есть песня Чайковская Гертруда На мой текст У Вани Вот есть Этот сингл У группы Мегаполис Есть написанный На мой текст Сингл Который называется Другой Который я очень люблю Да их огромная Кольбова Крестовский Писал Песни На мои тексты У меня довольно Просто Даже ничего специального Я для этого не делаю Я просто с ним Со всеми общаюсь И По факту Дружбы Какого-то Общения Мы придумываем Какую-нибудь песню Это так всегда и бывает Песни на стихи Это все-таки Комплимент автору Или Может быть Попытка отобрать Какую-то частичку Души Которая была вложена В это стихотворение В момент написания В момент его прочтения Случается Что я вообще Не могу слушать То что написано Мне присылают И я понимаю Что человек Настолько не попал И Сделал что-то такое Нехорошее С моим текстом И что Вы ему говорите Ни в коем случае Вы не имеете права Это петь Исполнять Пусть он играет Больно же А бывает Что Я Вот как с Машей Что какой-то Совершенно забытый Текст Извлекается на свет Становится песней И я вдруг слышу То что я вообще Не могла в нем предположить Так это грустно И так это честно И так это вообще Совсем не стыдно Как мне казалось Это прям удивительно Аудитория Большая аудитория Стадион Вы читаете стихотворения Но каждый из них Каждый из слушателей Воспринимает его по-своему Тысячи толкований Пять тысяч Десять тысяч толкований Вы не боитесь Что люди извратят То что вы написали И оно заживет Своей жизнью Которая вам уже Собственно не принадлежит И никак не подвластна Про вас будут Так и происходит Но это же Так всегда бывает Что в этом Это часть Плана К сожалению Так всегда бывает С каждым текстом То есть вы не будете Переживать по поводу того Что нет 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 Я не понята Я не принята Нет Ну конечно Из тех Кто Даже Все это Не знаю Репостит И читает наизусть На видео И все Вот это Не знаю Полпроцента Понимает О чем они говорят Но некоторые же понимают И Ради этого Все и делают Но есть и другая сторона Читая ваши тексты И слушая ваши записи Я вдруг понял Что вы Говорите слова Которые Вертятся у меня Но я их высказать не могу И получается Такой резонанс И звучит И оно начинает Звучать И Это самые разные люди От имени которых вы пишете Хотя все это в одном человеке Как ухитряетесь Прочувствовать Не знаю Я никогда в жизни У меня не было плана Кому-то дать голос Кто мне казалось Его не имеет Как есть вот этот Знаменитый цитат Про улицу без языка Да-да-да-да Улица Корчев Улица без языка Мне кажется Вполне за себя говорит А то что мне Самой себе Время от времени Нужно объяснять Что происходит И Ну каким-то образом Исцеляться От Какой-то густой мглы Которая Вот меня заполняет И мне ничего С ней Не удается Никак поделать Все что Написано Все исключительно Про меня И про моих Там внутренних Обитателей Поэзия Как способ Какого-то Самоисцеления Или осмысления Мира Конечно Абсолютно То есть она нужна вам Терапевтическая история Точно Ну в первую очередь Вера Полоскова Сегодня с нами В нашей студии Сделаем коротенький перерыв Я напомню Что да Сообщение есть Но вы можете прислать еще Кать Напомни контакт Да я даже больше скажу Вы можете нам даже позвонить Это 8800-333-1706 8800-333-1706 Это телефон прямого эфира Также вы нам можете написать Через наш сайт Teos.fm Через наше приложение Viber и WhatsApp Телефон отдельно сейчас продиктую Это 977-850-09-96 977-850-09-96 Ну и приложение Teos Ну а мы уходим на паузу Радиогостинная Говорим о главном И не только В радиогостиной с нами сегодня Вера Полоскова Человек, который в представлении Не нуждается Мы начали сегодня С разговора о том Как мы пытаемся Переделать людей Пытаемся переделать Других людей А насколько часто Вам приходится Слышать сегодня Упреки в том, что Вы пишете неправильно Пишете не так Мы немного говорили Об этом перед эфиром Но все же Вот в вашем сейчас Сейчас очень просто Сильно поляризуется Общество Расходится По разные стороны ринга И конечно Все, кто считал Все, кто определял меня В один лагерь И остальные Кто определял меня В другой лагерь Хочется вас в лагерь поставить Вот ходить Всем хочется как-то Вернуть повесить И пусть усит Задать мне вопрос С кем вы мастера культуры И, как правило Ответы мои Никого не устраивают Поэтому, конечно же Я сейчас получаю Максимум возражений Всему тому, что публикую Наверное, если продолжать Тему вдохновения И продолжать тему Каких-то таких Может быть резонансных Событий в жизни Которые подталкивают К написанию Каких-то новых Произведений То все-таки Отчего больше Эмоций Какой-то стимул Писать От очень радостного События Или наоборот Очень печального Все не совсем Напрямую Так работает Пропорции Не нарисуем Все работает Все работает Так, что Ты понимаешь Что какие-то Вещи Уже Определеннейшим образом Продены И не вернутся И радостные И нерадостные И все, что ты можешь Сделать Это каким-то образом И зафиксировать И дать им Какой-то последний способ Высказаться В текстах Ты как бы Все время Пытаешься Ухватиться За уходящую натуру И понимаешь Что каждый раз Все, что тебе хочется Сделать Как-то о себе Рассказать Все, что ты рассказываешь Это в общем уже О другом человеке Как только оно Сформулировано Это тебя и покинуло В этот момент А это Грустно Это или радостно Ну С одной стороны Конечно грустно Потому что Все это нас В общем Неотвратимо К смерти приближает А радостно В этом то Что ты называешь Ты освобождаешься От этого всего И возможно У тебя будет Какое-то время Пожить без своих Демонов Которые тебя Преследовали На протяжении лет И лет И вот они тебя оставили Вы говорили о лагерях И о ненависти Но вам ведь удается Все-таки Так или иначе Быть мостиком Вы Бываете и в Москве Бываете и в Киеве Бываете в других городах Беседуете с самыми Разными людьми Вот Есть ли Ну с вашей точки зрения Есть ли что-то такое Что обычный человек Да-да Обычный человек У которого нет Там я не знаю Сотен тысяч подписчиков Может делать для того Чтобы этим мостиком Тоже становиться А не умножать Вот не умножать ненависть Потому что Ну нельзя же так дальше жить Конечно Ну любой человек Кто выбирает Какой-то Способ исследования мира В котором Оценивать и клеймить Не работает А ведь есть черный и белый Есть моё и чужое Пересоздает Переобъясняет Раскапывает редкости И даёт о них знать Творчески подходит ко всему От приготовления борща До рассказывания Рассказывания детям историй Он уже очень зримо Очень явственно Очень Недвусмысленно Меняет этот мир К лучшему Каждую секунду Но это ведь постоянная работа Не только интеллекта Но и эмоции Но и чувств Но и души Потому что проще Ребята Вы мне скажите Кого бить Да-да-да Покажите нам Мы пойдём его Утопим Но мы же Не для этого В общем Как-то расширяли Пространство сердца Для того Чтобы искать Лёгкие решения Вера Полоскова Говорит вещи Которые Ну они На самом деле Очевидны Но Действительно Такая жизнь Гораздо сложнее Она просто Требует эмоционального Не знаю Участия что ли Эмоциональной Постоянной работы Вера Как отдыхаете? Я люблю путешествовать Слава Богу Работа моя связана с тем Что я всё время Еду куда-то Я У меня было в жизни Несколько Крупных Мне кажется Подарков И благословений В частности Вот мои друзья Это люди Которым можно приехать В состоянии Любой разобранности Вообще Близости К Любым Необдуманным решениям И они тебя починят И это За это им Большое спасибо Ну и ещё У меня есть ребёнок Он Сосредоточивает Большой объём Света В моей жизни Вы несколько раз Говорили о поэзии Как о работе Работа Это что? Это выступление? Это написание? Это работа Над текстом? Это оттачивание текста? Или то и другое Можно без хлеба Как у Винни-Пуха? Мне кажется Что это работа В том смысле В котором Осип Бродский Ответил на вопрос Над чем вы сейчас работаете Над собой Он ответил Мне кажется Что всё это И редактура И переезды И гастроли И подборки И всякие вещи Это только следствие А причина Как раз Самое главное Происходит В той самой работе Над собой Если говорить О каких-то запретных темах Или может быть О каких-то внутренних Даже не то чтобы барьерах А может быть Стоп-сигналах Есть ли то О чём вы никогда Не захотите Или может быть Не станете принципиально писать Публично говорить? Ну у меня есть вещи Которых я не касаюсь В текстах Это правда Не могу назвать это Запретами Или барьерами Мне кажется Что это вопрос Исключительно вкусовой Потому что Сейчас И дур на вкусе И пошлость И Ну просто Плохое качество текста Определяются Не выбором темы А просто тем Как это сделано Ну Хороший текст От плохого Ты отличаешь Не потому что В одном есть мата В другом нет А просто Как условно говоря Это качественный текст Или нет Не темы определяются Просто есть какие-то вещи Про которые мне бы не хотелось Которые мне бы не хотелось Затрагивать Я стараюсь их не затрагивать Насколько вы готовы Писать или делать что-то На заказ Ну например Какая-то компания говорит Вот вам наша футболка С нашей символикой Выступайте пожалуйста В ней Или говорят больше Упомяните пожалуйста Как это наш продукт Позвали выступить На корпоративе Большого тракторного завода С вопросом Написать стихотворение К 80-летию трактора Боже И как Ну я Я сказала Что мне жаль Но у этого есть Такие классные специалисты А я максимум могу Детский стишок Только написать Про трактора Собственно он написан И его Ну как-то это будет Недостаточно Для такого большого праздника Про дорогу Алена Елена спрашивает Это поэтому У вас так много Произведений Написанных в поездах Ну отчасти Да Я просто Ну Действительно 10 лет Практически Не останавливаюсь Перемещаюсь Скажу страшную вещь Но я предполагаю Что кто-то ее скажет Уже не вам Уже не вам А какой-нибудь девочке Помладше лет на 15 Что ты мечешься Девочка Что тебя кидает Оттуда Сюда Возьмись ты за дело Если надо Лекарств Попей Ибо Есть они На рынке И успокоишься И будешь жить Как все Предполагаю Что вы такого Конечно никогда не слышали Нет я постоянно Это слышу Я просто Ну Мне кажется Что В 2017 Году Одна из Огромнейших Отвоеванных Свобод Человечества Заключается В том числе И в отвоевании Личного Рабочего места Который может И в гамаке Находиться На берегу моря Где угодно Потому что Слава богу С приходом Глобальных коммуникаций Мы можем быть собой В любой точке мира И практически Не снижая эффективность А иногда И увеличивая Потому что Если Работа твоя Связана Не с банальной Какой-то Рутинной Подденной Такой Обязанностью А например С генерированием Идей Замыслов Текстов Чего-то такого То конечно Ты эффективнее Становишься В тех местах Где душа твоя поет Неоднократно В ваших стихотворениях Прослеживается Такая мысль Вот бы стать Как все Стать Обычной Самой стать Это лукавство Шутка Нет Это просто Это прием Это прием Сейчас Театруведня начнется Подожди Так я же не против Используя который Контрастнее становится Все то Что ты О себе Потом Рассказываешь У тебя есть Какой-то Идеал Обычного Человека Обывателя В голове И все Что звучит Дальше В тексте Опрокидывает Этот идеал Но в этом Есть большой Смысл Это создает В общем Какое-то Движение Вот бы Человек По поводу Какого-то Усредненного Дальше Уровень Уровень Начитанности Уровень Невероятно Здорового Отношения К ситуации Человек Человек На госслужбе У него Наверное Должны Были Быть Какие-то Другие Представления Уровень Трезвости И понимание Того Как все Должно Быть Устроено И все Устроено Не так Но он Прилагает Большие Усилия Уровень Того Как он Говорит О ребенке Своем Во всем Я вот Понимаю Что я Себе Еду И внутренне В очередной Раз над собой Смеюсь То есть Ты вот Думаешь Что ты Как-то Себе Представляешь Человека Который Смотрит Новости Усредненного Зрителя Первого Канала Как-то Себе С ним Внутренне Споришь Что-то Ему Пытаешься Доказать На самом деле Мы сотканы Как нация Как государство Из таких Разных Ниток Как это все Удерживается В одном полотне Представить Невозможно Но просто Начни изучать Одно И по представлению О каком-то Вот том самом Обывателе У тебя изменится Навсегда Потому что С кем ты Не заговариваешь Особенно в России Мне кажется Потому что Здесь-то Вообще Очень специальный Набор судеб Осуществляется Вокруг тебя Вечно Как Бродский Говорил У всех Кто Мне кажется Жил в России У всех Должен быть Автоматический Пропуск в рай Еще он говорил Что поэт В принципе Писатель Живет только В своем языке Были ли попытки Писать на других языках И увенчались ли они успехом Нет Не увенчались Были Но не увенчались Переводят Зато у меня Классно иногда И я этому Очень радуюсь Читаете переводы Как-то анализируете Конечно Ну я говорю На английском Говорю на украинском Вот эти языки Мне доступны Я способна оценить Тут спрашивают Разыграем ли мы книжку Да разыграем Но не здесь А в другом эфире Это будет послезавтра Друзья Обязательно разыграем Вер Смотрите Вы говорите о том Что вот Нельзя усреднять человека Но У обычного Человека У какого-то усредненного Ладно Не у любого усредненного Но все-таки Существуют определенные мифы О звездах Вот вы звезда Значит Во-первых Вы оторваны от всех остальных Конечно Я чудовищно Высокомерно Должна быть По идее Да Я до сих пор не понимаю Зачем вы сюда пришли Вот как будут Отдать денег Не платят И так далее Вот Как опровергаете мифы О самой себе Случается ли вам Этим заниматься Я очень смеюсь Я так люблю мифы Коллекционировать о себе Они такие все прекрасные Поделитесь Последние О том Что Ну вообще Их много было классных Что я например Внебрачный ребенок Филиппа Киркорова Что я Что Сайт стихи Руна Которым я даже никогда Не была зарегистрирована Никогда Вложил в мою раскрутку Типа миллион Или полтора Боже Что я Продюсерский проект И на меня работает Целый цех Литературных Негров Которые пишут Разных Афроамериканцев Афроамериканцев Ну как сказать Афроамериканцы Эти при этом Далеко не только Афроамериканцы А люди всех возрастов В том числе и предпенсионного Потому что у меня много Да хоть даже миссис Корстон Стихов Стихов от лица Да Пожилых людей От лица там Мужчин и так далее Это очень большая команда Которая значит Вся сидит и пишет И я часто себе представляю Как она сидит и пишет Прям я ей желаю внутренне Мысленно желаю Вдохновения Вот Но последнее Естественно Что нет у меня никакой семьи Что ребенок мой Поскольку очень похож на отца Это просто моя такая Подставная Аффективная семья С которой я Фотографируюсь за деньги Я сама продолжаю Значит Жить на всю катушку Слушайте Часто же приходится Фотографироваться Это людей отвлекает Да вообще Я просто на секунду Я бы себе представила Если бы они правда Не жили со мной А например Были наняты Специально Как бы мы встречались бы И осуществляли Все эти фотосессии Бесконечно Это же просто тяжело Мы в разных концах Москвы Еще один миф Еще один миф Который звучит Снова и снова Любой человек Может быть звездой Если его раскручивают Действительно Вера Плоскова Раскрутить Это может быть не стихи Ру Но кто-то его раскрутил А сегодня уж точно Любой может быть звездой А я не звезда Потому что у меня нет Такого дядюшки У которого есть миллион долларов У меня есть грустные новости В связи с этим Даже тех Кто раскручивает Тех Кого раскручивает И люди В которых Вкладываются Действительно Большие Продюсерские деньги И возможности От СМИ До Далеко не всегда Имеют возможность От звездой Очень часто Они так и оказываются Людьми Потратившими На собственную раскрутку По любой из причин Огромное количество капитала Не только денежного Но и Медийного И прочего И так и остаются В общем Никому не нужны Что касается меня Это даже смешно Насколько Ни один человек Никогда за всю историю Не вложил Ни копейки денег В то Что я сейчас делаю Ни в мою команду Ни во что Просто Мне кажется Мы Были С девушкой С которой мы придумали Группу С Леной Грачевой У которой сейчас Свои проекты Она живет В Питере Мы просто были Максимально Друг с другом честны И поделили всю работу Которая нам предстояла И Нам очень понравилось То что вдруг Сейчас это уже Общее место А 7 лет назад Когда мы выпустили Пластинку Это было Супер Странно Что Будут тексты Которые будут звучать Как тексты Никакие ни песни Никакой ни рэп Ничего И у них будет Отдельная музыка И это будет Сделано как концерт Нам долго Все крутили у виска И говорили В наших клубах Не читают стихов У нас не поэтические Тут собрания Мы просто все перевернули На самом деле Не надо тут очки Но переносится поправлять Сейчас уже Это супер распространенная практика Кто только так не делает Но когда мы появились Нам буквально отказывали В площадке Когда вам говорят Ничего не получится Вас это не останавливает Да Вы не соберете Зачем вы за это вообще беретесь Ну и как только мы начали Зачем? Нам было искренне интересно Мы из озорства В общем И все? Даже человек говорит Да не берутся Там должны Но мы отвечали На самом деле Мы отвечали за то Что мы делаем Что-то классное И нам хотелось Очень это попробовать Вера А вот смотрите Все-таки постепенно Какие-то люди Приходят, уходят Чтобы принять Нового человека В эту уже может быть Где-то сложившуюся команду Вообще происходит ли такое? Приходят ли новые люди? Новые люди в команду? Да Можете ли вы кого-то подпустить? Уже к такому сокровенному Конечно Конечно приходят А вдруг испортят? Что касается команды То она Вот Последний раз Изменила состав Год назад Так-то она в общем Состоит из Хорошо знакомых Мне уже людей На протяжении лет А что касается Жизни моей И новых людей в ней Как друзей Так и Каких-то То она В этом смысле Там ротация Потрясающая Совершенно То есть Есть люди С которыми Я общаюсь Лет 16 С момента Как я поступила На факультеты Даже раньше Есть там Школьные мои друзья С которыми Мы 20 лет вместе Но есть при этом люди С которыми С которыми Ты сталкиваешься В Индии За общим столом И вдруг Обнаруживаешь Что ты В общем Очень близко Дружишь с человеком Которого ты знаешь Всего-то там Может быть Месяца полтора Это очень приятно Расскажу вам Расскажу вам гипотетическую ситуацию Из будущего Проходит лет 20 Вера Плоскова Общепризнанный Мэтр поэзии Приходит мне какая-нибудь Девочка 16-летняя И показывает Свои стихи А стихи Вере Плосковой Кажется совершенно Невероятными Это плохо Так никто не пишет Так нельзя Я так обрадуюсь этому Это уже сейчас происходит И я так радуюсь этому У меня есть Несколько Кураторских Маленьких Программ Я вот вожу Например На фестиваль В Плос Тарковский фест Двух поэтов Каждый год С которыми я выступаю Которые сами Дают концерты Чтобы показать их Ну вот Как-то представить А что если они другие Публики Это такое счастье Если они другие Вот сейчас я например Только что договорилась С невероятной Совершенной барышней Которая совершенно Вырвала мои представления О том Как должно Все это на сцене Выглядеть и звучать Она поэт Но То что она сделала С музыкантом Это не похоже То чем я занимаюсь Это не женский рэп Это не стихи Под музыку Но это так круто И это так удивительно И я Дня три наверное На повторе пожила С этим альбомом В наушниках Позвонила и сказала Слушайте Вы должны ко мне приехать Это что-то невероятное Давайте дружить Еще одна картинка Из будущего Тоже лет через 20 Вере Предлагают Отредактировать Полное собрание Полное Ключевое слово Собрание своих сочинений На тот момент Включающее все Какой ужас Олег Возьметесь Какой кошмар Но если у меня будет Какой-то классный Веселый Полное принятие Возможности В любой момент Вытереть мне слезы Отчаяния Человек Который будет Со мной этим заниматься Я думаю Что мы это сделаем С чувством юмора Определен Да Да Ну просто Просто Ну как Чуткий С комментариями автор Чуткий Чуткий У которого сердце на месте Да Вот у которого сердце на месте Тогда можно рискнуть Верно На самом деле мы не можем Просто не задать один вопрос Потому что девушка Вот уже второй раз спрашивает И 30 секунд на него В чем на ваш взгляд Смысл жизни Для чего вы здесь Ладно 50 секунд